приветствую ну почти страшная новость мусульманин убил член партии единая россия еще не просто члена партии а депутата жестоко действительно получилась какая-то такая интересная интрига смотрите есть такой извините прошу прощения был был такой александр колодич член партии единая россия депутат думы хантимансийско-автономного округа правда как-то странно вообще-то хантимансийско-автономного округа депутат но жил ну это называется новая москва поселок сосен сосенская и не произнесешь ну понятно элитный городок понятно охрана умоляю вас ну вы же догадываетесь депутат уже слуга народа но не украинская российская ну хотя да действительно депутат думы хантимансийско да ну ладно конечно это чисто таком духе так вот он жил-жил в своем особнячке ну и так понимаю особнячок шикарный и понятно что у него работали рабочие ну как догадываетесь кто были правильно мигранты мусульмане по наехавшие вот они по наехавшие да работали понятное дело что вы сами понимаете что этот барин как по нукаву еще как в этот по наехали мусульмане этот православный правда схантимансийско-автономного округа вообще-то но полуке еще должен быть или хант или макси должен был правильно но по фамилии он явно русский но зато какой великодержавный шовенеист я уверен пророжденный фашист который обожает путина вот-вот ну то что фалил путина это точно сами понимаете депутат если бы не фалил путина фиг бы депутатом вот его убили убили закопали но следствие нашло самое интересное что раскопали на день свода россии это ж надо же а труп нашли один свод россии и задержали задержали 30-летнего мусульманина рабочего который обвиняется в том что он работая на ну как вы понимаете на пана на вот это вот помещика александра колонича работал покал и вот он его наверное убил ну так следствие не нет тут следствие установить но она точно верена что этот проклятый мусульманин убил православного депутата шовиниста фашиста любителя путина я даже уверен что сейчас следствие докупается что он убил вот этого депутата потому что путина не любит а тот заступался за путина этот колонич что это родной наш фашист самый главный фашист путин а работяне не сказал нет не захотел жопу лизать путину это же депутат лизал каждый день лизал вылизывал как я люблю путина боже какая жопа как я обожаю путина лизал лизал да а что вы хотите сказать депутаты не лежат то что вы говорите они подонки если не поддерживать фашистский режим путина депутаты и черт они депутаты и вот да убили причем по даже как-то ну тут слезть решил так сказать типа труп нашли с этими тяжкими нанесениями телесных ужас брак да я понимаю что конечно мусульманин куда же не ну это ж не фашист это депутат но он в жопу лежит путину значит он да он хороший да он путин отвалит он за войну он согласен чтобы погибали все на меня а у деньжата зарабатывает вы же представляете сколько он украл мерзавец а представляете за какие шишины этот особнячки построил представляете что вы представляете в жизни вот это и есть вся россия когда человек наворовал причем еще раз повторяю он депутат от хантимансийского автономного округа но он не там живет в москве подмосковье там москва он живет совершенно другом месте понимаете и он там нет там он зарабатывает там он грабит там он воровает а люди там пашут да тем более довольно таких паршивых условиях ну кто работал в хантимансийском то знает места там есть такие гиблые ой гиблые да действительно ну там нефть газ спорить не буду да спорить не буду в некоторых местах хорошие это манит манит в тот же самый момент получается так там он обворовывает все а сам жиро и в москве да при деньгах фалит власть фалит путина вот это есть фашистский режим это самый настоящий фашистский режим когда есть группа людей которые обожают эту власть которые поддерживают которые грабят всех остальных и издеваются понятно над всеми теми кто на их работе ну здесь конечно сложно понять причину я так же подфантазировал что путин не любил скорее всего бытовая причина но я даже не удивлю что вообще этот мусульманин работяй никакого отношения к убийству не имел абсолютно ну понимаете типа кого возьмем а вот этого вот это же мусульманин точно это он наверно убил потому что он пахал на него да ну как же мать и проще всего свалить на кого на работягу мусульманина приехали да ну конечно же это же он виноват что он приехал там с киргизстана там не указывается такой национальность с киргизстана таджикистана и работает на этого барина это он естественно что ну ну работает ну пускай работает не жалко барин же там владычка ах ребята ребята и вы еще называете эту страну такая чёрта страна если есть барины но самый настоящий так это ж только одного барина убили а представьте сколько таких помните читали классику российскую где крепостные на барина шли там я я я я помните а сейчас наверное это все повторится вообще побольше поймите правильно сейчас вот такие вот депутаты депутаты барин да их полно подмосковье у них солидные дома богаты зажиточные понятное дело что они жируют понятное дело что они своих работях за людей не считает что их быдлом ничтожеством потому что они наворовали а люди нищие бедные вот это есть вся россия как те времена барины и крепостные так что то что него убил или может не убил так ну это ж по предварительной информации следствие установить пожалуй мы видим всяком случае чем меньше будет вот таких вот русских фашистов тем лучше будет для всей россии следствие 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 следствие